Сталкер Дмитрий интересуется в чате, почему девиз КПРФ «Россия, труднородовластие, социализм», почему не коммунизм? Ведь в самом названии есть коммунистическая партия. Я в свое время обращал внимание на другое, что действительно как будто бы коммунистическая партия избегает формулировок «коммунизм». Коммунистической партии сложно избежать формулировок «коммунизм», учитывая, что она называется коммунизмом, коммунистической партией. Вы зря разделяете социализм и коммунизм вот так вот топорно. Это понятие смежное. К социализму есть первая стадия коммунизма. Это стадия неразвитого коммунизма. Стадия, в процессе которой должны вкладываться ресурсы, ставится задача наращивания производительности труда, итогом которой будет удовлетворение всех потребностей. Поэтому социализм это то, сегодня к чему мы стремимся. Есть задача минимум, есть задача максимум. Если вы посмотрите апрельские тезисы Владимира Ильича Ленина, ставил вопрос, как прийти к власти, потому что это была партия, которая борется за власть. И совершенно другая партия, которая победила в этой борьбе. Партия, которую власть получила. И уже, соответственно, новые приоритетные задачи, новый конкретный поступательный план. Потому что ряд задач вот этой борьбы за власть, они будут достигнуты, они будут сняты. Поэтому вопрос, а почему не так? Понимаете, я больше сторонник критиковать не форму, а содержание. И с этой точки зрения моя деятельность, моих товарищей ДКПР в целом, коммунистической партии, она должна встречать эту критику. Потому что если критики не будет, ну, вы понимаете, да, это невозможность работы над собой. Это невозможность усовершенствовать или решить какие-то вопросы, устранить какие-то неточности или ошибки. Если мы будем друг друга хвалить и говорить, как у нас все хорошо, как у нас все замечательно, мы просто затухнем все, понимаете? Поэтому нужна критика. Но критика не ради критики. Критика, нацеленная не на какую-то децентрализацию или уничтожение любых принципов. Потому что, ну, согласитесь, да, софистика, такое ответвление философии, которое позволяет вообще все критиковать и бесконечно критиковать. Критика должна быть конструктивная, нацеленная на решение проблем. А уже в случае, если этого решения не происходит, тогда уже, соответственно, изыскивается причина, почему это не происходит. И критикуются уже, соответственно, какие-то причины этих проблем. Кто с этой критикой должен выступать? Конечно же, обществу. Конечно же, трудящееся большинство и пролетарии, те, кто политикой интересуются, те, кто выказывает свое доверие, идет, помогает, сочувствует и вносит в свою лепту свой вклад. И у них, конечно, есть полное моральное и любое другое право требовать более эффективный, например, или стремительный, динамичный, радикальный, во всех других смыслах право на эту критику. Но если мы говорим о бесконечных разговорах, кто-то напишет коммунизм, и будут люди... Подождите, ну вам еще до коммунизма, как бесконечная длинная дорога, да? Вам хотя бы социализмом определиться, да? Здесь же такой же вопрос с народовластием, да? Есть позиция, классовая позиция, да, что власть должна быть у трудового народа, понимаете? Но с точки зрения агитации, с точки зрения пропаганды, с точки зрения обращения к интересам большинства, ну, есть разные подходы. Говорить, какие из них правильные, какие ошибочные, оценивая форму, да, не содержание, а форму, это, ну, будущее покажет, да? Если вы вспомните классиков, там, в том числе борьбу Владимира Ильича Ленина и партии большевиков, их партия вообще социал-демократическая называлась. Не то, что коммунизм, там, социализма в названии не было. Что говорить, что они работали неправильно, что это каким-то образом сказывалось на эффективности их борьбы, нет, потому что содержание соответствовало всем идеологическим принципам, и они были очень последовательны в своей работе. Вот это действительно заслуживает нашей с вами критики, оценки, анализу. Поэтому общество должно объединяться вокруг этих вещей, потому что, смотрите, ну, к примеру, да, когда есть ошибка или, там, какой-то неправильный приоритет, или где-то, я не знаю, дискуссия, там, свернула не в ту сторону, и внутри партийная, конечно же, дискуссия, и общество возвращает и политиков, и движения, и партии возвращает на землю, потому что, если люди солидарны, если люди едины в этом мнении, конечно, и, собственно, все остальное будет невольно этому всему соответствовать. Поэтому говорить о том, что неправильно что-то, какой-то лозунг, ну, наверное, можно, да, но не в вопросе, почему социализм, а не коммунизм. Продолжение следует...